Добрый день! Здравствуйте! Как у вас связь? Нормально меня слышно? Ну, видишь, хорошо связь. Я только что пришел из города, в городе было. Ага, слава Богу. Так, значит, я не против, чтобы все записывалось, в интернет вставлял. Да, хорошо. Вопросов много, поэтому я думаю, давайте начнем сразу. Давайте, я слушаю, пожалуйста. Первый вопрос, он меня не волнует, но волнует людей рядом со мной, которые находятся, искушает их вопрос, вот по этим плагинам, рекламам. То есть, якобы вы получаете с этого доход. Ну, я говорю, что какой-то бред, потому что это невозможно. Ну и что, что там какие-то рекламы даются. Он вообще с этого Игнатихнича ничто не имеет. Зачем вы к этому придираться и не понимаете? Ну, я отвечать могу ответить. Потому что я вел 25 лет работы в институтах, в университетах, и ни на один вопрос не уклонился. Самый провокационный. Отвечаю. За все время, как у меня есть ресурсы, выход в интернет, я не получил нигде ни одной копейки, ни одного рубля, ни одного цента. Так, это делает администрация. И при том, это законный доход, потому что они рекламу дают, там что-то покупают, делает администрация, дала разрешение. И это делает реклама, которая это выставляет. Без моего ведома абсолютно. Я знать не знаю, кто там. Она мешает где-то, нажала, она ушла. Тем более, если я издаю книги, я имею гонорар. Я писал статьи раньше, всегда был гонорар. Хочу, я не хочу, меня вызывают, платят. Это так. Если где-то я выступаю, вот в Америке был, сразу за то, что я согласился дать интервью, платят деньги. Это там просто так не бывает. Вот у меня берут они фотографии для обложки журнала. Сразу за это выписывают в чек. Но я не получил нигде за всю жизнь ни рубля. У меня всю жизнь живут квартиранты. Вот за стенкой 14 лет прожил. Я не взял ни рубля за всю жизнь. Так что СД пускай успокоится. Тут, знаете, им просто не повезло со мной. Когда у меня была статья, я пленки записывал, катушки. И когда судить меня стали, то есть статья именно промысел. Но когда в тюрьме-то я был, все везде обследовали, по всей стране. От Камчатки до всей республики. И нигде ни рубля не нашли. Следователь говорит, первый раз встречаю такое. А фактически, речь шла по тогдашним деньгам не о двух рублях. 11 миллиардов у меня только насчиталось то, что по государственным ценам. Вот как. И я не получил ни рубля, я делал все бесплатно. Я иногда даже говорю слова, которые людей в шок вводят. Я говорю, господи, слава тебе, ты не ошибся, что меня избрал. Что я имею дело с деньгами. Вот за два года в Потеряевке я вложил миллион двести тысяч. А у меня нету ничего. Шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля. Двадцать пять копеек. Все. Ни копейки дохода нету. А откуда? Да бог знает. Мой бог. Я для чего верю-то? Бог мой. Сильный, богатый, мощный. И он знает мою нужду. И сразу отпускает, сколько мне надо. Он-то, если не верит в это, пусть помолится. Ему тоже бог даст веру. Да, если не дано, то дано. Нет, значит нет. Господи, благослови. Вот такой важный вопрос. Вы говорите, что существует два самых сложных вопроса в жизни человека. Это о покаянии вопрос и о семейной жизни. Хотелось бы по ним и пройтись. Значит, первый такой важный вопрос для меня. Вот почему люди не ищут бога? Вот мне это очень как бы непонятно. Есть какие-то ответы. Но почему вот просто кругом смотришь, как-то вот мир вот это все. Ну почему просто элементарно на звездное небо посмотри и задастся сразу этот вопрос. Ну почему они ищут бога? При мудрости Соломона, начиная со второй главы, не притча, а при мудрости, не каноническая книга, там описано. Люди поклоняются ветру, солнцу, луне. Если они поняли, как сложный этот звездный круг, то почему они не нашли создателя? Этот вопрос задавал Соломон не два года назад, а три тысячи лет назад. Так же было. Почему обольстились этим миром? Будем петь, если веселиться, ибо завтра умрем. Это сегодняшний лозунг. Пей, ешь, веселись, ни о чем не задумывайся. Почему? Обольщение. Обольщение. И поэтому Бог напускает катаклизмы, голодоморы, войны, болезни, эпидемии и даже пандемии, когда по всему миру захватывают болезни. И тогда люди начинают искать Бога, стучаться в ворота небесной отчизны. Почему? Обольщение? Никакого больше вопроса нету. Вот почему на войне, когда начинается первая бомбежка, кричит мама, человек бежит, куда сам не знает. Почему? Смерть подошла. А был комсомолец такой боевой. Все кончилось. Игра кончилась. Теперь пришло время отвечать за все. И человек видит, там пустота. А маленьких девочек веру, надежду, любовь выводят на арену. И император допрашивает. И ничего не может взять с них. Последний говорит, а мы научались из одних и тех же книг. То есть нас нельзя сдвинуть. Мы им не просто верим, а по святому Евангелию. Вот как. Поэтому мне не верят люди. Думают, что все будет вечно. Сатана обольщает. А если помнить, как Сераха говорит, помни, последняя твоя, вовек не согрешишь. Вот я много лет работал в тюрьме. Ну, бесплатно. Повторяю, бесплатно. Я нес туда динамики, покупал яйца, красили преступникам. За много лет. Вот кто вас натравливает, что я деньги имею, скажите, а почему он деньги нигде не берет? Я преподавал в разных университетах. Речь идет о десятках лет. И ни рубля нигде не получил. Никогда. В школах, примерно, две десятка школ. В школах, в разных городах, в милиции, в училищах, военных, в воинских частях, три радиопрограммы. И нигде не получал ни рубля. Почему? Богатый мой бог. Я знаю, он даст мне в другом месте. Я даже не понимаю, как бы я мог взять, когда я проповедовал 53 года, 54. 54 года непрерывного труда, учебы и книги, которые я издал. Это речь о многомиллионном идет. За два года только мы раздали, около 7 миллионов ушло. Книги, библиотеки дарил. И я ни разу не пожалел. Это бог так сделал. 90% изданных мной книг я развез по библиотекам сам. И только один год у нас на горючье ушло 444 тысячи. Тысячи. Никуда, просто на ветер. Мы дошли до Лиссабона, Португалия. До королевских библиотек достигли. Вот, я еще раз говорю. Бог меня избрал, не ошибся. Вот мне не перестает удивлять историю, когда вы сказали, что у вас женщина знакомая болела раком. И вы к ней сказали, пришли, когда умрешь на 40-й день, пойди к Николаю Чудотворцу и попроси денег для нас. Вот это, как все это. И вам до 40-й день по 100-й части принесли чемодан денег. Я вот не ошибаюсь, правильно я поняла? Она, Торбеева по девищу, Егоренко, Надежда Павловна, она у нас была тут как комендант, эконом. Она такая невзраще, знаете, под старость какие люди. Вот метисы бывают, у них как-то и глаза другие, и все. Но она была необыкновенной доброты. И вот она болела, я ее посещал и говорил, ты помни, мне очень нужны деньги. Первую книгу выкупить. Как я выкуплю-то? Денег-то нету. Я еще не знал до конца, что у Бога особый шлюз открывается для меня. И уже осталось три дня ей жить. Она исповедовалась, соборовалась. Два сына у нее, милиционеры, хорошо относятся. Я пришел, Надежда Павловна, вы помните? Она, помню, помню. И все вообще не знали. Если бы я сказал, когда случилось, тогда бы, ну, тут ты. Но все знали. И все время звонили, спрашивали, ну что? Я говорю, ничего. Сороковой день, ничего нету. И уже после обеда открывается дверь, заходит человек. Вынуждались в деньгах. Одно условие только, чтобы никто не знал, что я у вас был. Открывается акваяжик. И полный расчет с остатком дал. Вот что делает. Он потом неоднократно помогал мне большими машинами там перевозить, что. Я его не знаю. Это не нашего круга человек совершенно. И экспресс, такая газета, и она напечатала помощь с того света. Если бы я просто сказал. Вот у меня появляется потеря большая. Самые ценные голубки теряются. И вдруг я вижу, когда они летают, на них нападает сокол. А у него скорость раза в три больше, чем у голубей. Огромный, здоровый. Летит он как царь. Птичий царь. Ничего нельзя сделать. Стрелять не будешь. Город, да и ружья нету. А у меня были священники. Сразу сделали мы крест из обрезного дерева. Они его полили святой водой. И мои ребята пошли, они далеко. Мы прямо около обе живем. И там деревья. Они залезли в ветви и поставили этот крест. И больше ни разу разбойник не залетел. Ни разу. Его видели, только он пролетал вдоль Аби мимо. Но к нам сюда уже не заглядывал. А почему? Во времена Иоанна Златоуста. Лев похищал паломников. Иоанн Златоуст осветил крест. Его поставили и нету. Слышит, говорит, зловоние такое идет. Пошли, лев сдох. И все, черви доедает. Вот это вера. Понимаешь, какая вера должна быть. Притом, вся община смотрела, как крест освещали, как его укрепляли в ветвях. И что ястреба нету-то. Это все видят. Если бы я задним умом где-то наумничал, а то все заранее видели, молились. Все молились. Я людям доверяюсь. Вот у меня ночует два священника. Я вечером говорю, братья, давайте помолимся. У меня книга там, 16-й том, выкупать не на что. А откуда ждете? Я говорю, ниоткуда не жду, от Бога. Ну, легли спать. И где-то уже в первом счету ночи звонок. Я говорю, после девяти по-нашему не звонить. Это личное время для молитвы. Конечно, ночью тут холод такой. Я исподъедял, а кое-как вылаживал. На душе думаю, ну ведь говорил же. Звонит. Это Барнаул? Барнаул. Мы из Сакраменто, США. У вас, говорят, община. Это в честь Климента названо. Я говорю, нет, это детский лагерь. Так у нас дядя Климент умер. И сказали, что лучше всего молитва доходит там, где храм. Такой. Ну, мы вам деньги вышли. На утро мои деньги были в руках. Представь, из-за океана. Я говорю это, люди-то не верующие, они не верят. Почему? У Василия Великого был брат Григорий Низский. И сестра Макрина. Они все канонизированные. И когда она умерла, он стал писать ее «Житие». А дальше остановился и говорит, люди все равно не поверят. Они верят только в то, что сами могут сотворить. Вот я людям рассказываю, они глядят на меня, как будто я Мюнхгаузен перед ними. Ни одного слова я не солгал. Абсолютно точно говорю. Если не веришь, я покажу свидетелей. Не двух, не трех, а десятки. Вот так. Вот вы говорили, но я что-то как-то не вникала, а потом до меня дошло только вот несколько лет спустя. Вы говорили от Тихого до Атлантического. То есть вы были и на Дальнем Востоке, получается? Да. Город Владивосток, порт Находка. Представь из Барнаула. Посмотри на карте. Дальше ничего нет. А как вы так доехали? Япония. А туда прошли до Лиссабона, Португалия, Атлантический океан. Прошли Турцию. Турция, мусульманская страна. Нас пугали Чечню, и мы три раза прошли ее. Шесть мусульманских республик. Насильно нападали люди. Вам-то все равно, вы пропащий человек, с собой не цените. Но этих-то за собой берете. Вы понимаете? Мы молились, и нас мусульмане встречали, как будто мы родные их. Я в мещете молился. В доме мулы ночевали. Какие беседы были. Почему? Бог. Бог. Сильный мой Бог. Он нас провел. И мы вернулись. И при том, всех удивляют, что на российской машине, на Газели, она только по своим районам может ездить. Понимаешь, нет? Это прошли Скандинавию, Скандинавию, Дания, Швеция там, и Прибалтику. Литва, Латвия, Эстония. А потом на севере еще. Север прошли на следующий год. Да. Вот как Бог делает. И кто-нибудь до нас сделал так? Никогда. За всю мировую историю. Не просто проехали, а в каждом районе. По району. Допустим, мы прошли Ставропольский край, Краснодарский край. По порядку все. Не считаю. Тут в Сибири все захватили. По районам. Это за 3-4 года мы прошли 600 городов. И везде я дарил книги. Книги свои, которыми я обложил со всех сторон этот мир. И один экземпляр 750 евро. Это деньги. Теперь умножено 600. Это куда пойдет? А у меня их не было денег и нету. Вот ехать надо. Внезапно сообщает из конца России. Из Калининграда. Посмотрите где. Мы слышали, вам деньги нужны. Я говорю, уже не нужны книги издал. Ну на что-то возьмите. Я говорю, на дорогу нам надо. Бери. Один раз выслали 100 тысяч, 200. Да мало того. Нынче, когда у нас поломка случилась в Швеции. Ну 2 года назад. Поступило известие. Машину бросайте. Сейчас высылаем деньги. Покупаете иномарку и едете дальше. Я так и ахнул. Да вообще уму непостижимо. Что? Бог просто показал чудо великое. И мы вернулись целое. И машину пригнали домой. И поэтому, если человек не верит, я могу только сожалевать. Ну, попроси Бога дать веры. Я не просто верю. Я живу в этом. Аминь. Давайте, вот смотрите, такой вопрос волнует. Может быть, я неправильно понимаю что-то. И меня ближние со стороны мужа корят, что ты не имеешь право так. Вот смотрите. Первое коринфянам послание, пятая глава. Апостол Павел говорит. Я писал вам послание не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего. Или лихаинцами, или хищниками, или дослужителями. Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаинцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. Вот такая ситуация у нас возникла, что у мужа лучший друг, у него брак венчанный, четверо деток в браке, и он уходит на сторону. То есть там уже у них гражданский брак. То есть вот такая катавасия взвертелась при любодеянии. И когда... Я просто говорю, ну как бы, понимаешь, нехорошо общаться с таким человеком. То есть, общаясь с ним, ты как бы одобряешь его действия, что ли, получается? Если он верующий. Если он христианин, ходит и причащается. А если он просто со стороны которой, нам не запрещено. Он, смотрите, он был алтарником. Это Бога отступив. Он церковленный, как крещеный, да? Да. Но вот он так поступил, и с ним продолжает общаться. В его вот, в новом браке, у ребенка, они становятся крестными, вот наши родственники. Никак. То есть я говорю, что это такое? Никак. Никак. Беззаконие. Я говорю, если он не верующий. Вот у меня мэр города. Ну он, бывший парторг, завода большого. Я близкие общения имел с ним, но он совершенно другого круга. Но он очень хорошо к нам относился. Еще бы ради его зазирал. Или прокурор края. Чего бы я это плевал на него, когда он 32 раза помог только по деревне, там, получить земли и прочее. У нас самое прекрасное отношение. Я им говорю о Боге, дарю книги. Поэтому. Но если, вот был один такой здесь, принял крещение, и так же пошел на сторону. Его предупредили, он продолжал к нам ходить пока. Ему сказали одежду оставлять только в кочегарке, гнушаясь даже одеждой. Но он перестал ходить, совершенно ушел в мир. Ну вот они так и пишут, что... Ну вот, смотрите, я отвечаю, как. Вот они говорят так, что ограждать, если от общения с таким человеком, то это приведет его не к исправлению, а наоборот усугубит его духовное положение и оттолкнет. Ну куда еще Курск может оттолкнуть, когда он в венчанном браке бросает семью. И вот его теперь венчанная как бы супруга, она в коре, под все, ее как бы развенчали, и она заново повенчалась уже на другом. Ну и говорю, ну бардак какой-то творится, потому что, насколько вот мне Господь открыл, что при живом мужа, при живой жене вообще никакие отношения не вступают. Сейчас, минутку, подожди-ка. Так, говори. Да, с мером. Именно так, подхожу к двери, уже все. Подходи. Так. Вот так. Тут пришли в храм убирать, а я только пришел и не слышу, звонок звенит. Сейчас зайдут они тут, увидят. Чтобы они могли зайти и отдать ключи. Сейчас, прям минутку. Вот, Галя, всего хорошего, у меня разговор идет. Ага. Бери ключи на столе. Хорошо. Привяжи их только к себе, чтобы они нигде не потерялись. Привяжу. Все, плотно, закрой дверь. Хорошо. Все, ушли. Ну, значит, это лукавят они, лукавят. Как бы хуже не было, а хуже-то некуда. Он уже у преисподней в пасте. Куда хуже-то? Так можем и убийцу оправдывать, можем любой грех оправдывать. Нам это не дано. Написано, кто называется братом, а остается таким, с ним то и то и то. Все. Ну, то есть, общаться с ним в любом случае это грех. Правильно? У меня родная сестра. Мне очень хорошо известна ее жизнь. Она в мир погрузилась. Вышел за неверующего там. Живут вместе. Ну, вот она мне пишет в другом городе, что у меня нет молитвослова, нет крестика. Я мгновенно срываюсь с места, еду туда к ней, вызываю ее в сарай, в дом не захожу. И в сарае ей подаю, что нужно, сажусь и уезжаю. С другой сестрой. Она приезжает ко мне, у нас идет богослужение. Я на богослужение ее допустил. Но дальше мы спускаемся со второго этажа, и я говорю, запомни. Вниз у тебя ступеньки идут, а кверху больше нет. Я тебя накормил, напоил, и на этом все, до свидания. Я тебя до нижнего этажа проводил, назад тебе ходу больше нет. Я разрешил быть на богослужении. Она потом покаялась и обратилась, настала на истинный путь. Вот такой порядок. У меня мама родная. Было такое, что она выпила. А я приехал домой. Зима. И я за стол не стал садиться. Принесу воды холодной, кирпич хлеба разломаю, обмакиваю воду, ем. Как она плакала. Но больше она в рот не брала. Все. То есть одновременно я ее почтил и предупредил, и не оттолкнул. И продолжал работать и помогать. Это я говорю не про чужих, а про своих. Вот с одной стороны, вот в этом блудном браке родился ребенок. Он же, как бы получается, не виноват, что у него такие родители. И они взяли вот крестного нашего родственника. То есть, он мне говорит, ну понимаешь, но как бы все равно что-то в этом не то. Зачем им лезть, это к ним? Написано, дети эти есть свидетели разврата родителей. Вот им какое название. Дети – суть свидетеля разврата родителей. Премудрость Соломона. И она, когда будет выведена на суд, будут показаны дети. Мы это узнали, не надо. Что они там делают? Это их свобода. Но никакого отношения к церкви это не имеет. У нас даже немыслимо, чтобы такое было. Она была, там ходила, там, ну и проще. Что вы говорите? У нас в общине это абсолютно немыслимо. Но было такое. Было, разводились, и они уходили навсегда. Ну вот говорят, ты его презираешь, у тебя нет любви, ты его судишь, ты осуждаешь и так далее. Да, да, да. Сатана хитрый, он по любви все делает. Любвистый называется. А Христос любит или не любит? Любит. Иеретика после первого-второго вразумления отвращается. Ибо что он грешит, будучи самоосужден. Вот смотрите, они как вот этот человек, который стал крестным, он учится в семинарии. Это брат моего мужа. И вот как бы то, что пишут мне переписки, и вы говорите про то, что как учат в семинаре оправдывать любой грех и беззаконие. Я просто, у меня не было такого опыта, а сейчас я просто вижу напрямую, что это происходит. То есть вот человек, ну я потом это, мы это с вами обсудим, если что. Вот, давайте по этому вопросу дальше. Вот по вопросу так, все, не прикасаться к ним, никаких крестных быть не может, все. А что они делают, это их дело. То есть именно это, если человек именно обращенный, крещеный. Да. А если человек не крещеный, то я могу, у меня подруга, она, например, она не крещеная. Но я как бы, вот она у нее замечательная душа, вот ей прямо быть бы христианкой. Но она такая вся воздушная, как бы природу любит вот такое. И вот можно ли с ней тоже? Ее нельзя, и ребенка крестить не надо. Об этом Дмитрий Смирнов говорит и все. Крестить только у истинно верующих, которые члены церкви, которые молятся, которые не на отлучении. Только у них крестить. А это все обман, фикция. Крестить не надо ребенка этого. Его никто не думает учить. Он живет в пролюбодейной среде. Он говорит, мы будем молиться за него. Молиться можете. Все. Молиться на них крестить. Священники говорят, уже понимают, это обман. Кого крестить-то? Зачем? Я говорю, понимаешь, крещение это не просто там, а ты как бы все, полупались и дальше пошли. Это ты несешь такую ответственность за эту душу. А как он может воспитываться в виде вот таких родителей. То есть, ну я буду молиться за него. Но молитвы, мне кажется, это одно недостаточно для крестного, да? Нас не надо даже на это искушать. Эти люди не церковные. Никакого отношения к церкви не имеют. И все на этом кончилось. Священник должен закрыть врата и сказать, пока не закончится грех, никакого крещения быть не может. И все на этом. Насколько мне известно, может быть, кто-то неправду говорит, его даже причащают. Он также по-прежнему читает апостола в храме. Его молитвы запускают. Не повторяй это. Там можно считать апостола, что угодно. Быть епископом, но он такой же развратитель, либо участвует в беззаконии. Но нету. Видишь, говорит, вора, сходишься с ним, с прелюбодеями, сообщаешься. Я молчал, говорит Господь, и ты подумал, что я такой же, как ты. 49-й псалом считайте. Запишите. 49-й псалом. 50-й его часто считают, помилуй меня Боже. Видишь, говорит, вора, сходишься с ним. До кого он верующий, иначе уйдет. Видишь, прелюбодея, сообщаешься с ним, Бог говорит. И я молчал до времени, терпел. И ты подумал, что я такой же, как ты. И заблечу тебя. Представлю при лицо твоей беззакония твои. Вот ответ Божий. Это беззаконие. Нам дано право судить внутренних, правильно? Да. Говорят, не судить. А внутренних мы имеем право. То есть, крещенных в церкви. Которые верующие, верующие, впал в грех. Да. И мы имеем право. В общении. То есть, в общении. Ага. То есть, а в чем разница между судить, осуждать и обличать? Вот у людей постоянно это искушает. Обличать, то есть, показать в лице действительно, что он из себя представляет. Но слово, говорит, обличение. Обличение, это не означает осуждение. Осуждение, это приговор окончательный. Выхода нет. И он никогда уже не покается. То есть, приговор вынесен, печать поставлена. Человека осудили и приговорили к расстрелу. То есть, духовно. Если он против Слова Божьего говорит, он осужден. Самоосужден. Аннафима. Галатам 1, 8, 9. И уже ничего мы не можем добавить. Кто не любит Господа? Марана Па, Аннафима. А он может любить, считать апостолы. Он что угодно наговорить может. Только не то, что в Евангелии написано. Все четыре Аннафимы против православных. Не любят Господа, не любят Слова Божие. А против них это и есть. И на первое место предание постоянно. Как будто, как вот, сатана смеется, что перекрывает Библию, да, Слово Божие именно преданиями. Ну, ладно, это тоже там отдельная тема. Вот смотрите, давайте вот следующий вопрос посмотрим. Правда ли, что при венчании дают клятвы? Повторите. Когда венчают на брак супругов, правда ли, что клятвы берут с них? Клятвы? Да. Какие клятвы запрещены вообще? Никакой клятвы. Клятва вообще запрещена. Христос говорит, не клянитесь вовсе. И Иаков об этом говорит. Какая клятва? Откуда взяли? Написано. Так священник спрашивает. Обещаешься ли? Вот больше нет. Обещаешься это? Я обещаюсь. Она обещается. Но это клятва или нет? Нету клятвы. Клятва вообще запрещена Богом. Ян Златоуз говорит, кто клянется, я через порог церковно не пускать не буду. Ян Златоуз говорит. Я их изгонять буду, как чуму. А смотрите, а если люди разошлись, брак не сложился, получается, что они как бы предали вот это обещание свое? Ну, раз разошлись, разорвано, все, до смерти мужа, до смерти жены не имеют права жениться. Да. И все. И поэтому никаких там, что епископ, что-то решает. У него права никакого нет. Это все выдумка. Епископ. Да кто ему дал это право? Таинство есть на венчание. Значит, сегодня венчания-то нет. Венцы на голову не надевают, сзади стоят. Это обман. Венчания-то нет вообще. Вот такой вот вопрос многие. Например, говорят, а первый брак не был венчан. Значит, он не получился, первый брак, и второй брак уже венчан. Это тоже как бы нельзя получается. Ну, это было не брак, а разврат. Первый брак. А какой брак? То есть без венчания это как-то считают. Церковь не признает. Церковь вообще не признает. А иначе никакого права нет судить. Как решить? Жена законная? Нет. Вот по-мирски, если в ЗАГСе нет, то из себя элементов никаких не взыщут. В ЗАГСе-то нет, если не расписаны. Так и по-серковному. Если не было обещания друг другу, не пели там Исаия, Лику и прочее, значит, ничего и не было. Просто сошлись, снюхались два, говорят, самец и самка. Все. Ну, например, могли бы родители благословить, но не было венчания. А все равно же общество признает это браком. Общество. Нам зачем общество? Когда Господь говорит, я не сужу, слово, которое я говорю, оно будет судить. Евангелие от Иоанна 12, 48. И если слово будет судить, все остальные авторитеты уже под ногами. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Я это понял с первого дня, когда Евангелие попало в руки. Христос даже не судит слово. Мы должны вникать в него. Оно будет судить. А раз оно будет судить, все остальные разговоры, они просто трата времени. Мотаем грех на душу. Я к чему спрашиваю, потому что у многих сейчас, например, первый брак не венчанный. Брак, значит, распадается. И они вступают в второй брак и уже венчаются. А все равно же те мужья и жены остались. Первого брака не было, это обман. Его не было, его не было, и все. И поэтому церковь его не признает. А второе, законы, они второй или пятый, или двадцать пятый. Вот он венчается у нас. Я говорю, а ты сколько женщин знал? Восемнадцать. Ну еще восемнадцать его раз венчали. Понятно. Так, и вот смотрите. Меня что смущает в Новом Завете такое место, как у жены. Ефесянам 5, 24. Когда апостол говорит, что жены, послушание мужу во всем. И вот это слово «во всем», оно меня смущает. Как можно во всем? Вот есть такой, например, случай у нас в хоре. У женщины четверть детей, она четвертом, когда беременеет. Муж говорит, делай аборт. Судя по этим словам, она должна его послушаться раз во всем. Вот, а она, естественно, аборт не сделала, но она там и стерилизацию сделала, вот такую. Но сам смысл, как апостол закладывает, и мужья потакают. То есть не потакают, а приказом, он уже писал, что во всем слушайся меня. Начинает манипулировать на этом жен. То есть насколько предел вот это во всем? Слово Божие. Во свете Библии. Все, что не паралитворечит священному писанию. А где учит на худое, там жена занимает кафедру, она его учит уже. Так отвечают святые отцы. Да и так понятно во всем. Если командир командует, и написано все, что дает команду, ты выполняй. Конечно, имеется в виду, в пределах разумно. Он может дать команду высшестоящего начальника расстрелять. Я должен идти стрелять? Это в любом деле так. Где бы ты ни был на работе, дома, все должно на первом месте благоразумие, рассудительность, как Антоний Великий сказал. Ты уже определи. Он скажет, пост нарушай. Во время поста пошли в кинотеатр, а чего ты ради пойдешь? Когда это погибельно для души. Я не пойду. Снимай платок. Что ты на людях замоталась там? Я знаю это. Он как это, Наталья, это истеристом живет. Никаких. Отстой свободу. Игнать Тихонович, я хочу перед вами просить прощения. Потому что я вас сам это спрашивала, одеть платок на свадьбу или нет. И я не одела платок. Я накрасилась. Муж мне постоянно протокал, что ты меня позоришь. Своим платком и так далее. Я уступила в это. Муж думаю, ну может как бы разрешить. В итоге что получилось? Я просто свидетельствую, что эти уступки не приводят к сохранению брака. Никогда. Ты, во-первых, теряешь благословение Господне. Это первое. А раз потерял благословение Господне, он понимает, что ты отступница. И сатана теперь блокирует тебя со всех сторон. Молитва неискренняя. Теперь он знает, с тобой можно разговаривать по-крутому, и ты пропала. Если коготок увяз, всей птице пропасть. Никогда нигде на это не идти нельзя. Нет. И на этом все. Да мы из тебя. Да меня вот вызывал, когда там начальник и другие органы. Да мы из тебя. Я намыть тебя. Еще, я говорю, ты со мной сделаешь. Я пришел умереть сюда. Я перешагнул порог тюрьмы, я пришел умереть. Все кончилось. И ты тоже вышла замуж. Я подчиняюсь Богу больше, чем человекам. И на этом кончилось. Никакой СД тебя уже трогать не будет. Как вот смотрите. Там вот написано, например, в Писании, что Сара, чтобы ради мужа красилась, ради Абрама. То есть это правда или нет? А где это написано? Вот надо найти будет. Найти будет. Найти, говорит. В темной комнате искать черную кошку, которой там нет. Очень трудно искать. Ну, есть такое место, похоже, Писание. Ладно, этот я тогда вопрос... Слово Божие осуждает всякие притирания. Но Ема, была сестра такая, это красивое предположение, делается, что она натирание делала. Но это только предположение. А про Сару, зачем говорить? Она и так красавица была. Ее увидел фараон в окно, не краску ее увидел. И увидел, какая она красивая, и сразу к себе потащил. Вот у женщины платок, это же тоже как проповедь, получается. Она вышла... И вот у мусульманки, они как вот, я слышала, им не дозволяется вообще разговаривать особо там с кем-то или что-то. Они платок надевают, и для них это проповедь о вере, например. А у нас как бы мужья считают себя верующими, а по факту я промолчу. Ну про него что говорить, если у него веры никакой нет? То есть скажи, пойди по иконам, посмотри, сколько ты без платков найдешь. Ну просто маленько так глянь, открой глаза. Вся фишка в том, что вы на себя платки нацепите, юбки, а вы какие были, то есть там такие злые, нехорошие, непослушные мужу, то есть были цемерки. Ну хотя в малом я скажу верно, но если я буду ходить без юбки, и все, что ты желаешь, не означает, что внутри я просветление получила. А то он играет сатана этим, никогда не разговаривай, никогда лишнего не говори, сразу на молитву и молись, после молитвы. И он умягчает сердцами, Бог умягчает. И вот еще по вопросу, ладно, испомню еще вопрос, и вот еще вопрос о браке. Вот если, например, была измена, вот многие священники, то обиженная сторона имеет право еще раз выйти замуж или жениться. То есть они даже венчают, но, по слову Божию, это же не так, Господь же сказал, что можно развестись за вину прелюбодеяния, но кто женится, все равно на разведенном прелюбодействии. То есть даже у обиженной стороны получается такой крест, что он не может жениться уже. То есть мы поняли, да, вопрос? Да понял я, но откуда еще берут-то? Ну то есть, например, он ей изменил, вот как вот история с этим другом, то есть она ее сразу венчает на второй брак, но все равно он же живой, хоть он и изменник, но он живой. Ну давай просчитаем, мы кремлинам, седьмая глава, открывай. С первого стиха и дальше считай. Читайте пока я, пока найду? Да, и чего? Римлянам 12, да? Седьмая, седьмая глава с первого стиха. От Матфея, вот где самый... Римлянам, послание Павла. Седьмая глава. Седьмая глава. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя жена привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если же умрет муж, то она свободна от закона и не будет прелюбодейцем выйти за другого мужа. Все, причина только одна, умрет. Не согласие, все это фальшь сатанинская. Если при живом выйдет, он живой-живой, все кончилось. Ей уже никогда не венчать, ее никто не будет. Она прелюбодейка во всех отношениях. И не надо дальше гадать ничего. Зачем гадать? Ну, понятно. А вот смотрите, вот... Я вам как-то скинула вопрос, может, вы не поняли до конца. Стерлигов там где-то утверждает, что если, например, жена изменила мужу, то он не имеет права к ней возвращаться. Даже если он ее простил, там все такое, но все равно, если он к ней вернется, он будет прелюбодейцем. Что-то не поняла я. Что-то не то, да? Имеет право развестись. Имеет право принять. Но на это есть ограничения. И он уже никогда не будет священником. Если он принял ее... Если он был священник, и матушку эту принял назад, сам с него сразу снимается. У меня очень хороший знакомый диакон. И пока он сидел в тюрьме, отбывал не за плохие дела, она вышла замуж. Но он очень был привязан к ней, и ее принял. Принял, с него санк сразу снятый был. Снятый. Вот смотрите, я открываю первое послание к Коринфянам. Тоже седьмая глава. Тридцать девятый стих. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет. Только в Господе. То есть за веру еще. Но все равно, мне кажется, что лучше не гоняться за этим мужчинами, женщинами. Как-то есть что-то большее. Но она блажение. То есть лучше, если она останется так, по моему совету. А думаю, я имею Духа Святого, Духа Божия. И вопросов никаких не ставится. Лучше, чтобы она осталась одна. И вот с такой охотой женятся. Христос сказал, будут жениться, выходить замуж. И не думали, как пришел потоп. Так будет пришествие Сына Человеческого. А правда ли, что из-за греха блуда больше всех в аду? То есть в ад попадает больше всех в аду? Всего 20 мытарств. 20 убийств, злой язык, пьянства. На мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19. Это прямо житие святой Феодоры Цареградской. На самом деле это житие Василия Нового. Идолопоклонство Господь тоже приравнивает к блуду. Как-то в медком замете постоянное. Идолопоклонство – это блуд. Ну, в духовном плане, конечно. Потому что измена живому Богу, а идол-то сатане принадлежит. И поэтому выходит измена, другого избрал на поклонение. И поэтому, когда Израиль кланялся другим богам, мы считаем языки Илья, Агола и Агалиева. Это Самария и Иерусалим. И Бог их сурово, сурово осуждает. Где, говорит, какое дерево ветвистое, которое ты бы не возлюбила и не раскидывала широко ноги под ним? Это говорит конкретно о людях, которые отступили. Считаем Иакова, послание, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не идолам кланяться. Просто любит мир и уже прелюбодей. То есть это духовная проституция. Измена Богу. Мы должны смотреть в Священное Писание и мыслить категориям и Духа Святого, которое изображает поистинное положение вещей. А он, может быть, хороший человек, преподает профессор в семинаре, в Академии, но любит все мирское, бреется. Он прелюбодей. Прелюбодей. Он не может галстук снять с себя. Масон. Вот смотрите. Первый Коринфянам 6. Апостол говорит, бегайте блуда. То есть как огня. Надо бояться вот этого. Вот такая, может, мысль. Правильно, нет. Вот Авраам жил, у него брат Лот был, да? Да. Это не брат, племянник. Племянник, хорошо. Сейчас. Ну почему-то у меня так в голове запал, что да, племянник. У Авраам жил как бы вне города, жил, получается, ну, грубо говоря, в деревне, да? А Лот, он жил в городе. И вот что он видел? Он же видел этот разрад, который его окружает. И он, тем не менее, сохранял свою семью в этом городе. И он не убегал из этого. И вот статья такая попалась. Действительно, ведь они не совсем добровольно покинули Содом. То есть им был дан приказ, о котором они послушались. Но лучше было бы, чтобы они добровольно из него ушли, когда увидели, что разрад их окружает. Иначе там написано, Содом их просто так не отпустил. То есть жена там обернулась, превратилась в стильной стол. Там Лот с дочерьми совратился. И вот к чему я говорю? Что вот эти города сегодняшние, да, которые мы видим, вот друг на дружку люди живут, вот это все видят общество. Вот что над нами творилось, как над нами посуточную квартиру сдавали. Вот реально там бордель, там проститутки. Вот о всей мерзости я даже не хочу говорить. Но вот у меня душа, это невозможно просто было это терпеть. И меня до сих пор говорят, что это ты покинул, ты сбежал от мужа и так далее. То есть, ну, а разве по любви нельзя было просто мужу защитить, жену от этого? Ну, и кто должен был кого защищать? Лот, жену свою защищать или защищать? Ну, то есть он должен был семью вывезти в безопасное место? Да, да. Он должен был раньше уйти. Ему там делать вообще нечего было, но он увидел, она как райский сад. И он избрал это место. Он сразу показал, что для него главное, это чтобы хорошие были условия, в семье достаток был. И он на этом пострадал. Дочери-то с чему научились? Подпоили отца и забеременели обе от него. То есть они вышли из Содома, но дух Содома из них не вышел. Да, да. И вот, ну, получается, что мы как бы по согласию переехали в другое место, да? Да, вот. Но Содом как будто его действительно не отпустил. Он вот это всё бросил, он организовал переезд, всё. И обратно туда уехал. То есть в той же квартире. Я говорю, я уже туда не вернусь. Да я говорю, для меня это вот, я лучше умру, чем туда буду возвращаться. Ну, вот так. И поэтому сейчас мы живём так вот раздельно на этом фоне. И может быть, вас как-то Господь оберегает. Потому что изначально там как-то к вам была претензия, что вас хотел сатана обвинить, что вы будете причиной нашей, что разлада. А Господь сделает так, что разлад будет совсем на другой почве. Так что это всё там продумано. Я никак не пойму, ко мне-то какие претензии? Это я как-то помешал или что-то заставляю или наставляю? У нас трещи никаких не было. Да, считаю, что вы мой гуру. Что вы меня как бы учите, поучаете во всём, чтобы я вас слушала и так далее. Я не говорил никогда, чтобы вы меня слушали. Откуда он взял это? Вы меня вот сейчас задали вопрос, я ответил. Я могу молчать, ну ладно ли это будет? Люди, которые с его стороны, родственники, они все говорят, что вы во всём виноваты. Я говорю, да что вы говорите? У меня нет слов просто на ту клевету, которая сыплется. Хотя по факту вообще причина нашего разъезда совсем в другом. Это вот этой ментальности, вот эта обстановка с квартирой, которая сложилась. Но я не могу себе там жить. Полтора года почти без одного месяца терпела. Куда это дело гонится? И вот, кстати, вот ещё такой вот сюда же вопрос по Писанию Святому и по Святым Отцам. Как вот правильно покидать место обитания? Я слышала, можно только в трёх случаях. Первый случай, где тебя восхваляют, превозносят. Поэтому можно покидать место. Второе, где тебя гонят или война, например. И третий, это место связанное с блудом. То есть только в этих случаях трёх благословляется, даже нужно убегать с места обитания. Почему это так перечислили? Откуда это известно, что тебя там где-то хвалят и говорят, а что это за такое? Мы хвалят. Какое отношение это имеет? Пускай хвалят, только делов-то. И я должен уезжать. Пошёл в другое место, и там хвалят. И что теперь? Что это? Может, я ошибаюсь? Иисус Христос его же тоже где-то запрещал, говорит, чтобы избежать этой лишней похвалы. Да в глупости это. Нигде этого нет. Нигде. Естественно, что если люди делают добро, то их восхваляют. Всегда это было. Но это редко так бывает, чтобы из-за этого уходили, да? Это монахи придумали. Где-то ему там принесли лишний раз, говорит, лишнюю капусту. А теперь похвалили, он бежал от этого. А куда убежишь, когда это внутри? А если, например, война? А вот война, говорит, гонят в одном городе, бегите в другой. Тут вопрос снят. А первый это надуманный, монашеский. Нет этого в Писании. Бегать, с чего ради буду бегать? Ну и пускай они хвалят, им нравится, пусть хвалят. Еще, говорит, на чужой роток не накинешь платок. И вот третье. То есть бегать и блуда. То есть действительно, если место соблазняет на блуд, или вот как садом, да? Ну, и что? И куда-то отбудать денешься, когда везде блуд. А почему монах Виталий не бежал? А зарабатывал денег, шел в блудилище, откупал блудницу на ночь себе и целую ночь читал ей Евангелие. И когда один там встретил, он пришел, но он к одной ходил. Ему говорят, ее Виталий откупил. Он его встретил, как ударил по щеке. Он говорит, придет время, тебя тоже ударят. И ты будешь кричать, на весь Константинополь слышно будет. И так и было. Когда он умер, блудницы заполнили буквально город весь. Сколько их было, уезжали, все прослышали, вернулись. И все стали другими. И никто этого не знал. И они хоронили его. Вот какой подвиг. Монах Виталий. Виталий, это житие святого. Это подвиг. Но я говорю о том, что смотрите, как бегаете блуда. Вот, например, идет какая-то передача. Или что-то, какой-то фильм смотрят. И там вот этот, там где-то, там какие-то поцелуи, сцены. Мы же должны убегать от этого взгляда. Не об этом речь идет-то. Ты сам в блуд не попадай, беги. Вот бывает человек обратится, а блудница здесь, я ее спасать буду. Вот это. У тебя уже испытано там, не ходи туда, обойди другой улицей. А не то, что там где-то увидал, целуется. Все это надуманное. Бегать блуда, а не то, что где целуется. И ты увидел, что где целуется. Смотрите, вот сидят епископы. И в это время идет Пелагея. Самая красивая женщина. И юноши поют. Все епископы опустили лицо, чтобы не видеть-то. А он смотрит широко раскрытыми глазами. И когда она прошла, благоухание ветер нанес. А епископы такие целомудренные, голову опустили. А он к ним обратился и говорит, братья, а хороша. Какая она из себя видная. Они на него глядят. Он говорит, хороша. Что это скрывать-то? Но она говорит, чтобы понравиться. Как она украсила себя. А я, чтобы понравилась душа Христу, трудился или столько-то. И заплакал. И теперь сидит, только слезы утирает. Насколько это Пелагея больше любит своих поклонников, чем я, моего любимого Господа. Вот вывод-то какой надо делать-то. А он чего не убегал в блудеяния? Наоборот. И она услышала, пришла и покаялась. А ему было видение. Голубка черная залетает. И он ее бросил в воду, в купель, а оттуда белая вылетела. Вот надо научиться видеть. И изничтожено, и извлечь драгоценное. Я могу сказать просто, что я когда была беременна первый раз, я старалась себя отграждать, чтобы если кто-то смотрит фильм, если какая-то фильм насилия или убийства, я старалась вообще, чтобы не смотреть это. Это настолько Господь заложил тонко чувствовать. Что я просто не хочу даже вот этот лишний раз, там вот это все, что и реклама. Я все слышу, чувствую. И мне говорят, у тебя блуд внутри. Поэтому ты не можешь терпеть вот эти стоны, которые там на этой квартире происходят. Я говорю, ну как, это же не нормально. Почему я должна терпеть грех? Я не могу этого. И поэтому и место покидать надо. Это же как садом. Я вот о чем говорю. Ну давайте посмотрим фильм. Определенные религиозные направленности. Моисей, Авраам, Иеремия. Я уж не говорю про Исфирь. Когда она идет, розу рвет, а потом царь избрал ее. Дальше. Мирские фильмы. Синкевича. Кама Гридеши. Юда Бенгур. Я легенда. Я буду называть. Я уж не говорю. Братья Карамазов другие. И нет ни одного фильма, чтобы там не было сцены. Чтобы не было поцелуя. Тогда другого-то не было. Там ни постельных, никаких сцен. Есть такой фильм. Есть фильм. Он мой один из любимых. Гордость и предубеждение. Новый. Там ни одного поцелуя нет. Хотя фильм, а именно как замуж выходить. Там вот такое. Там девчонки. Нет никаких сцен и искупления. Я вообще говорю. И что теперь? В фильме и ремень не смотреть? Нет. Нет. Я говорю о том, что глаза отварить не надо на это. Зачем? Можно же. Например, в индийских фильмах запрещено поцелуи. То есть можно это выразить как-то рукопожатием, объятием. Зачем это все показывать? Это нас не касается. Тебе не нравится? Создай сам фильм. Нам не создать его. И не отпреди взгляд. Книгу берем. Книгу берем. Вот женщина пришла у Христа и говорит, взятая в прелюбодеяние. Взятая означает, они видели. В самом половом акте захватили. Ну и что теперь? Евангелие не считать. Но если это все теперь экронизировать, оно будет так, как в фильме «Раскол». Когда протопов по вакууму ее только что, говорится, изгнал, а она тут же блуд творит. Он ее в подпол посадил. Иногда люди просто надутые такие, из себя показывают. А ты внимания никакого не обрати. А блудник, он увидит муху, две мухи, и он и все. Вот в одном месте показано было. Он видит, что там встречаются где-то. Заходить надо в келью, а они блуд творят. Он ногой-то пнул их. Ну маленько хоть можно отойти. А смотрят, два снопа лежат обмолоченные. Принесли, братья. Никакой блудницы, никого нету. Сейчас муж посмотрит и скажет, что... Вот видишь, даже Игнат Тихонич говорит, что блуд он у тебя внутри. И ты зря сбежала из этого. И давай возвращайся. А для меня это все, это психика уже. Я внутри не говорил, блуд внутри. Я этих слов не говорил. Я говорю, что все везде наполнено этим. И ты себя настрой на то, что ты этого не видишь. И вывод-то можно совсем другой сделать-то. Невозможно настроить. Это просто, я не знаю, представляете, что по ночам происходит там. Да это такая слышимость. Это прямо над нами. Тогда ничего смотреть не надо. Некоторые совсем не смотрят. Но не смотрят его дело. В фильме Еремия показано. Еремия, там вообще ничего нету. Но она любит его. Она пришла и обняла, и поцеловала. Хорошо, я могу перемотать фильм вперед и сцену эту пропустить. А здесь я не могу на паузу нажать. Понимаете, это порнография, которую ты никак не можешь. Не смотри, не включай. Ну, я, да, это я могу. Ну, все, зачем смотреть-то? Порнография. Вот мне говорят, а вы видели в городе, вот какие рекламы? Сейчас там борются за то, что убрали. Не видел. Я в городе, когда иду, я вообще не вижу. А мне говорят, а почему он не здоровается? А жена говорит, да он не видит никого. Я иду, размышляю, голову опустил, и ни одной рекламы не вижу. Ни что где. Я считаю молитву. Вот, а я-то слышу этих соседей по ночам. Я же не могу их выключить, голос, понимаете? Вот в чем разница-то. Почему я должна под них приспосабиться? Смотрите, есть 52-й федеральный закон, санитарный, педагогический, который говорит, что после 11 часов должна соблюдаться тишина. Закон наш нарушен, полиция нас особо не защищает. Более того, ну, в общем, я не буду эту всю историю рассказывать. Государство нас не защищает, хотя закон наш нарушается. То есть мы со всех сторон, как вот я, получается, побитые. Но если у нас есть воображение, то более порнографической картины, чем песня песней, трудно изобразить. Он обнимает меня, левая рука под головой, правая обнимает. Стан твой, как пальма, подумай, я влез бы на пальму. Кисти, это груди твои, ухватился бы за кисти. О чем говорит-то? Это книга каноническая. Давайте считать не будем. Некоторые так и делают. А я не буду считать песню песней. Ну, не считай. На одну книгу будет меньше. А церковь понимала, что речь идет здесь духовно. Душа любит Христа. Понимаете, вот я вам просто скажу. Муж говорит, если тебя соблазняет, рукоблудничай. Нормально? То есть вот. Ну, ты если возбуждаешься, давай рукоблудством занимайся. Не надо ничего больше на эту тему говорить. Я говорю, что если так смотреть мы будем, то мы многое можем потерять. Не надо кино смотреть. Воображение я считаю, и все видно. Но перед глазами. Нет, я просто говорю о том, что это просто для моей природы это невыносимо в тех условиях жить. Я сейчас оттуда, когда мы ушли, я живу, я сейчас каждый день Бога благодарю, что из-за того ада сбежала. Ну, это хорошо, хорошо. Ну, вот возьмите. Мы считаем книгу Судии Самсона. И у него ничего не было, кроме пьянки и бабы. А его приводит уже в Новом Завете апостол Павел. Почему? У него ничего больше не было. Ничего. Ну, в конце только убил сам себя и других. Ну, а если дальше смотреть Давид, давайте картину посмотрим. Давид на крыше. Поворачивает голову. Красивая женщина моется в водоеме, купается. Ну, к чему хорошему это привело. Это же ни к чему. Ну, это сюжеты библейские. Это история, которую мы можем принять и увидеть, что Давид покаялся. Она экранизирована, экранизирована. Так, смотреть или не смотреть? Понятно. Это у нас есть выбор. А здесь у меня выбора не было. Ну, нет, не было выбора. Другой вопрос. Я говорю, вообще. Нет, это понятно. Это совсем разные просто темы, как бы, не связанные между собой. Я просто свидетельствую, что я сбежала из Содома. Я благодарю Бога. Благодарю каждый день, что этот ад я покинул своими детьми. Это я понимаю. Понимаю, насколько это тяжело. И не приведи Господь. Вот я живу в частном доме. У нас такая тишина. У нас большая 13 суток ограда. Вообще. Сухое место. Центр города. И в стороне. Я не могу нарадоваться. Что мне Бог дал? Я не покупал. Я высудил за то, что у меня было изъято, конфисковано. Вот, кстати, к вам претензия такая. Можно сказать? Давай. Вот. Не от меня, а вот по вам пишут. Сейчас прочту. Значит. Претензия. Почему я никому претензий не имею? За всю жизнь никогда не имел. Вот удивительное дело. У меня нет времени для этого. Жизнь закончила. За 77 лет и нет претензий никаких. Почему я каждый день занимаюсь собой? И вокруг меня кто люди? Я везде нужен. А это где-то кто-то что-то, он за себя отвечает. Вот смотрите. Пишет мне семинарист. Ты сейчас, мне пишет, не Евангелию меня учишь, а учишь тому, что говорит тебе твой учитель Лавкин Игнатий Тихонович, который учит тебя никого не слушать, кроме него. Хотя сам он нарушает евангельские заповеди, так как можно следовать советам такого учителя. И то, чему он учит, рождению свыше. Это учение секты пятидесятников, у которых он и родился свыше, назвав точную дату. Тебя это не смущает? Пятидесятнические наклонности и анабактическое учение о полном погружении. Тогда мне тебе нечего рассказать. Прости, остается только за тебя молиться. Он еще очень часто озлоблен. И даже на Степана суд хотел подать. И на других людей подавал суд. Нарушая тем самым мучение Господа, что нельзя судиться. Вот здесь два момента о рождении свыше вас осуждает. Осуждает. Вот это мертвые люди, мертвые люди. Они осуждают. А Господь говорит, третья глава Евангелия от Иоанна. Кто не родится свыше, не может увидеть царствие Божие. Ни одного мытарства даже не пройдет. А они говорят, осуждают. Ну, богохульники. Это враги, антихристы. Они ничего не знают. Зачем отвечать? Зачем считать? Если не рожден свыше, он мертвый. Но смотрите, это говорят не просто. Это семинаристы говорят. Ну, семинаристы-то кто? Семинаристы-то кто? А вот не просто, а семинаристы. Он один, говорит, закончил семинарию Академии. И говорит, так это много мне дало. Я научился так врать, что и сам верю в то, что говорю. Его учили врать каждый день. Он ничего не знает. Семинаристы он знает. Их набрали тут семинаристов-то. Из них половина в первый год отсеялась. И на каких делах? Священники. Каждый пятый священник в нашей парке запрещен. Не за благовидные дела. И романах стоит с ребятишками на крыльце. При чем тут я? Это его жизнь. Я говорю то, что публикуется официально. Я говорю то, другое. А вы как говорите? Что не надо родиться свыше? Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Римлянам 8-9. Почему Серафим Царовский говорил? Главная задача – это смысл жизни, стяжание Духа Святого. А без Духа Святого нет рождения свыше. Они придумали семинарии. Ну и что? И чему вас научили? Мужеложествуют там. О чем Андрей Кураев писал? Семинаристами живут. Семинаристы уже подали жалобу когда. Садомиты проклятые. И они за мной следят. За мной там нигде не счастливится. Я начальник не два дня, а 45 лет с детьми возился. И ничего подобного никогда не было. А вот один-два ребенка не знают, что делать. А у меня в среднем 100 человек. И не два дня, не три дня, а 45 лет. Без помощи государства. Ни рубля, ни откуда. Это Бог только делает. Ни один не заболел. Ни одного не потерял ребенка. Никакого насилия не было. А было? А было подавали. Все процессы выиграли. Заплатили и отшатнулись. О которой главная статья писал Александр Самульсов. Самый талантливый журналист. Нашли зарезанный, убитый валяется. Я его не трогал. Они еще не знают, что за каждое слово отвечать придется. Я, например, их жизнь не знаю. Меня ловить очень легко. На одном только канале 6,5 тысяч роликов. Да чего не брать-то? По одной секунде бери с каждого ролика. Уже фильм составлен. Книги. 38 книг только в бумажном варианте. Да книга-то 752 страницы каждая. Да меня чего же не брать? Голыми руками брать можно. Но смотрите, как вам говорят. Вы там типа судиться. Как? Разве Христос запретил судиться? Он говорит, если, например, кто будет судиться, дай ему верхнюю одежду. Мне кажется, не к этому вопросу. Что судиться нельзя? Так утверждает. Он утверждает. Канон и мне разрешает судиться с патриархом. С патриархом. Если он у меня курицу украл. А теперь что? Павел говорит, требую суда Кесарева. Павел требует. Они начинают крутить. Крутить. У них еще против меня нету. Когда Тараси... Они могут вам угрожать, как хотят, и за это ничего не будет. Ничего не будет. Еще нету. Пустое все. Вот Тараси, когда умирал, то сатана представил счет. То и другое. Третье там, кажется, 5 февраля. А он говорит, все вы лжете, ничего этого не было. И они отступили. Нет, ничего нету. Целое демонское скопище их. И ничего они не знают. Ничего нету. Недавно, когда запросили русская народная линия из Москвы. На меня характеристику. И местный епископ, митрополит. Он дал характеристику. Вы слышали, нет? Нет. Нет, не слышали? Я могу скинуть ее просто документ с пищатью на бланке. А это я сейчас скажу. Вот посмотрите. И запросили местного митрополита, патриаршего. Он-то, наверное, больше знает. Может быть, читал. Это не от Степаненко, случайно? Не знаю я там, кто чего. Это народная линия. Это какая-то организация. Сейчас я посчитаю. Парасет. Минутку, минутку. Суд, статистика. Так. Вот митрополит. Сергий, митрополит Барнаульский-Алтайский, отвечает. Игнатий Лапкин состоит в молитвенном и каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он, ревностный православный христианин, исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. А как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря, какую-то общественную деятельность. Эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Лапкин человек твердых убеждений. Пожилой, 70 примещаний автора. Его уже не изменить, а кто-то добавил, да и не нужно. Весь ответ. И главное, прислали на бланке с печатью митрополии. Ну каких вам только зацепок не пытаются найти, чтобы вот как бы только обвинить вас? То, что вы там юлите как бы РПЦЗ, РПЦМП, в общем. Ну, в общем, как только, но только, я говорю, ну, подождите, мне этот человек, я еще раз говорю, открыл Иисуса Христа, хотя я с 8 лет в церкви как бы, и почему-то, ну, так вот напрямую наши священники не проповедуют, да? Ну, значит, с чего-то, согласись, что с чего-то я стою, если такие силы на мне дьявол задействовал. Так это не то епархия, это и Новокузнецкая, и Тульская, и Почаева разбирали мои книги, Почаева, это центр православия. И Сергия Лавра, и Дворкина задействовала, и нигде ничего, ни одного слова не прислали. Ничего нету, все лопнуло. За мной ничего не числится. И все они лгут. Разум, да, предвзятый осужденец, я пишу, не дает здравого учения, злоба вообще отнимает разум. Я про вас говорю, этот человек показал мне Иисуса Христа, моего личного спасителя, и его слово, Святую Библию. И ни одному бесу не победить теперь. И вот, значит, такой ответ идет, что... Так... Это кто отвечает? Кто? Семинарист мне сейчас будет отвечать. Это я говорю. Я говорю. А сейчас мне отвечает. Значит, так... Если ты считаешь, что ты спасаешься, а, судя по твоим словам, и дьявол бессилен пред тобой, то, несмотря на то, что ты рассуждаешь как баптист, поступай и спасайся, и Бог тебе в помощь. Хотя, если дьявол бессилен, значит, ты уже спасена. Так-то, круто. То есть, это как бы с усмешками вот это все. Я интересуюсь. Скажи, займись своей душой, что с тебя спросится. У него не будет о вас спрашено, и у меня о нем не будет спрашено. А почему их интересует? Мне вчера и говорят, вот есть такой священник, Владимир Головин. Слышали? Нет. Он очень известный. Зарядите. Владимир Головин. И он дает интервью, и его спрашивают, а тщеславие к вам не подходит? Он очень известный такой. А он говорит, а что тщеславие? Это есть люди, которые выше меня перечисляют там Осипова, показывают Ткащева, патриарха Кирилла. А потом задумался маленько и начинает говорить про меня. Вот есть такой человек огненной веры. Слова его. И он не просто говорит, а прямо ссылается книга, глава, стих. Это вот такой-то Лапкин Игнатий Тихонович. И говорит обо мне больше, чем обо всех, которые впереди у него прошли пятеро. А я его знать не знаю. Спрашивает Максима Каскуна. Тот часто отвечает. Он говорит, да как я, внучатник Игнатия. Почему? Я, говорит, обратился через Геннадия Фаста, а Фаст через Игнатия. То есть я знать не знаю, там вожусь где-то, а они рассуждают. И чего там и стоим? Зачем бы они рассуждали? Ой, ладно, слава Богу. Давайте следующий вопрос. Давай. Вопрос к Рождеству Христову ближе. Почему были именно волхвы, звездочеты? Как бы астрологи пришли. То есть сейчас мы же понимаем, что астрология – это грех. А почему именно волхвы пришли? А кому вопрос-то? Кому задают-то вопрос-то? Ко мне не надо задавать. Этот вопрос задать надо Господу Богу Саваофу. Он их послал. И они имеют это свидетельство от Валаама. Из Персии пришли. Вопрос-то не ко мне. А почему именно он увидел звезду? Ну, вижу звезду от Израиля, но не близко. Он за 1600 лет вперед просмотрел эту звезду. До рождения Христа. 1600 лет. А почему именно Валааму? А он еще там взятки брал. Да он такой. Ты можешь только угодно говорить. Бог сделал. Бог избрал меня. Вот меня избрал. Мне это открыл. Приходят новые люди. Смотрите, тем не менее, астрономия – это не грех. А астрология – грех, правильно? Правильно. Вот смотрите. Я сейчас маленько покажу. Тут не один человек, не два пишут. Так, минуточку. О, кровь. Где-то тут рядом должно быть. Что-то не вижу я тут. Плоховато мне видно. Проповедник. Так, подождите-ка, гляну. Пока у себя, смотрите. Я тут... Опа, покров. Вот, смотрите. Московский патриархат. Журнал «Покров». Номер 9. 2016. Страница 34. 2016. Просчитаем об этом. Мы можем просчитать в этом журнале Алтайской митрополии. Притом это не один, а просто московский патриархат. Это тут большая статья была, она еще больше. Я ее сейчас... А когда о чем она? О нас, о нас. Местный патриархат пишет. Только что видел где-то тут много у меня ответов разных. Покров, прогресс. Ну ладно, пока вы говорите, я его увижу где-то. У меня весь экран тут много очень материала сброшено. Никак не думал, что потеряется. Вопрос вот такой, который очень искушает, в принципе, многих верующих людей, почему-то именно особенно верующих, их переклинивает на тему войны. Вот у нас с мужем, наверное, он начал вас невзлюбил именно из-за этой темы. Когда вы о войне, о клятве, вот это все, о присяге, у вас есть лекция. И очень часто приводят пример, когда Господь спрашивает, сколько у вас мечей. Да. Так же еще о чем спрашивает? Сколько у вас мечей, Господь говорит, ну как в этом контексте. Говорит, значит, Господь призывает взять мечи, то есть вот это. Хотя я в этом вижу совсем другое, по толкованию совсем другое, это значит. Вот, я вопрос не понял даже. Вот вопрос в том, что верующих почему-то переклинивает на тему войны, то есть все равно христиане вроде бы, да, а все равно воевать, убивать. Ну пускай воюют, идут, я их не держу, пусть воюют. Вот, я нашел. Смотрите. Это общение с Алтайской митрополией. Это приходы города Барнаула и села Потеряевка. Фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона Капрала. Община, Красновозрительский приход Барнаула и община села Потеряевка являются уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общины придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, стригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад. Многие семьи многодетны. Старость этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина, Игнатий Тихович Лапкин, известный православный миссионер, объехавшись проповедями о православии более 50 городов России в ближнем и дальнем зарубежье. Миссионерская практика И.Т. Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам к православной вере пришли тысячи людей. Вам хорошо слышно? Да. Дальше. Кто пишет? Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор капитры истории церкви Черновицкого православного богословского института, настоятель храма святителя Луки города Норильска, священник Павел Бочков. Я знать не знаю. Это мне уже из семинария сообщили. Про вас, говорит, написано. Ну и все. Они будут написаны. А что писать-то? Сквалышники. Сквалышники. Занимаются глупостями. Я их никого не трогаю. Знать не знаю. А им что-то от меня надо. А что им надо? Я могу сказать, что им надо. Истину познать. Пусть познают, читают, учатся. Вот. Мы им даем свободу, возможность. Да. И вот если к вопросу о войне. Как вы относитесь, например, к такому человеку? Даже не к человеку, а к его деятельности. К Федору Емельяненко. Вот это боец единоборств. Он себя считает христианином, верующим. Его священники благословляют на этот вот бокс, там, единоборство как бы. А мне зачем о нем решать-то? Опять же. Какое отношение он имеет ко мне? Никакого. Он мирскими играми занимается. И говорит, я для того это делаю. И когда начинает борьба, он крест снимает. Он с крестом никогда не бывает. Никогда. Брат у него тоже уже отсидел там, как бандит настоящий. Уже срок отсидел. Где это видно, чтобы христианин ходил, дрался? Конечно, интересно. Он побеждает, ударил кого-то, заломил ему руку на излом. Я видел неоднократно его. И что из этого? Что там есть христианского? Если ничего нету, а какое отношение вообще имеет это к спасению его, Федоровой душе? Люди считают, что таким образом он Христа проповедует. Христа проповедует. Так в каком месте? Ну, что он себя ассоциирует с верующим человеком. Не стесняется. Да никто там не помнит. Ему сколько раз он поражение терпел. Расквасят нос и глаза весь разбитый стоит. Христа проповедует. Написано, вера от слышания. От слышания от слова Божия, не от кулаков. А дурели совершенно. Он Христа проповедует. Ну, а другой, Вячеслав, допустим, Тихонов. Тот стреляет. Снайперская винтовка. Его подговорили убить Амана Тулеева. Олимпийский чемпион. Так может что угодно оправдывать. Сатана. Где апостол Павел? С кем дрался? Хоть один апостол где-то дрался? Нет. Нигде не было. Это новое все, новое. Дьявол придумал это. Я хочу вам рассказать сон. Мне одна армянка рассказывает, что есть. Сон снился. Она говорит, иду по пещере, ну, такое видение. И захожу где-то в комнату, и там свет. И камень такой большой на полу. Ну, как обычно такой камень. И говорит, смотрю, икона Иисуса Христа, а рядом Библия лежит. И она открытая, и как будто свет, и голос такой. Это все во сне. И говорит, читай от корки до корки, и так живи. Она говорит, вот она мне когда рассказывает, у меня мурашки аж по коже. Это ее личное переживание. А зачем это видение-то нужно? Когда написано к Тимофею, 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, и занимайся с ним постоянно, и так поступай, себя спасешь и слушаешь их тебя». Дальше. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Священное Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Дальше. 1 глава, 8 стих книга Иисуса Новина. «Дабы в точности исполнить написанное в ней». Это ни один, ни два, ни три раза сказано в Библии. Зачем видение? Видения никакие не нужны. Ты должен жить в этом. Как Серафим Царосский говорит, чтобы ум твой плавал в Евангелии. Ну, это её личный опыт переживания. То есть, как это кажется, что это по-своему. Ну, просто печально то, что у нас в нашей православной церкви больше, мне кажется, даже внимания преданиям уделяется, чем именно самому Священному Писанию. Даже Иисус Христос где-то вот говорит, смотрим, если, что вы своим преданием, то есть, затмили. Знаете, от чего заблуждение все? Матфея, 22 глава, 29 стих. Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Вот почему в послании к кремлинам, 10 глава, 17 стих, говорит, вера от слышания, не от кадильного дыму, не от то, что там гремит что-то, не от проспоры, вера от слышания, от ушей, а слышание от чего? Видение какое-то? Нет, от Слова Божия. Все, замкнулось. Бери Библию, считай и спасайся. Вот от Марка, 7 глава, Иисус говорит, что устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, то есть, он осуждает это. То есть, уже в те времена, то есть, как бы история, все одна и та же кругом. Такие же фарисеи, священники там за ним гонялись. Ну, то есть, все вот как бы одно и то же. Апостол Павел проповедовал. И за то, что он проповедовал, за ним 40 киллеров гонялись убить. Не будем есть и пить, пока не умертвим. За Слово Божие. Господь говорит, и поведут вас перед правителями для свидетельства. И не страшитесь, не бойтесь, ибо я с вами. И мы так и поем, якос нами Бог. А то, что вот вы говорите, они собираются, семинаристы, там ничего нету верующего. Верующий, когда есть Слово Божие открыто, он вникает в себя и в учение. В себя и в учение. А здесь ни в себя не в учение. Они вокруг меня там, ну, подрастают-то там правнуки мои. Их уже натравили, уже накормили жареной рыбой в Великий пост. И им уже дают указание говорить что-то. Хамьё подрастает. Хамьё. Бесперспективно. У них ничего в жизни не будет. Он будет только церковный бизнес справлять. Покупать. Освещать. За лживое крещение, за омещение лбов деньги брать. За все таинства деньги брать. Это симония. О чём патриарх Алексей Второй говорил. Ну вот, Иннатмир говорит, ты тоже, например, будешь священником, будешь, ну как, венчать вторые браки, что ли? Да, я про них говорить не хочу. Они Бога не знают. Зачем? Это к церкви ничего не имеет. Это новая организация, придумана религиозная организация под именем патриархии. И то, что вот это делает, там ничего нету божественного. И им говорить ещё не надо. Это скопища беззаконных. Такие были, которые распяли Христа. Они печать Антихриста, может, уже имеют. Я буду с ними разговаривать. Мне зачем? Когда ни одного слова евангельского там нету. Его отдельно-то возьми, он клоп. Кроме зловония ничего нету. На их куче, когда собрались, я называю их кодла патриаршая. Тут они тявкают тогда вокруг моей колокольни. Бегают и мощатся день и ночь. Но колокольня-то моя. Колокольня моя. А у них-то ничего и не было, и нету. Я конкретно могу показать, по любому вопросу. Вокруг окрестностей деревни мы 30 тысяч евангелия раздали. Бесплатно. 30 тысяч. Что они могут показать? Ничего нету. Есть у них детский лагерь? Нету. Что-то строят, возрождают землю, деревню? Нету. А что они могут показать? У них ничего нету. Тихон Шапкунов, он возрождает там какое-то фермерство, деревню, что-то похожее. У них ничего нету. Иначе бы им некогда было заниматься мной. Они бы занимались собой. А у меня сколько таких нападали? Ну и нападали, ушли. Я вот сейчас пока с вами разговариваю. Уже люди стоят в очереди, чтобы побеседовать. А они век никому не нужны. И то, что мы оригинальные наши общины, я сейчас считал только, это пишут патриаршие журналы. Поехал наш епископ, встречается с патриархом, а он спрашивает, а какие у вас отношения с Игнатием Лапкиным? Я говорю, так и спросил, да. Значит, с чего там мы стоим? Я имею в виду патриарх Алексей Второй. Патриарх Алексей Второй спрашивал. Я многое, что слышал, знаю. Значит, с чего там мы стоим? Критом. У меня нет никакого духовного образования. У меня есть только любовь. И я сокрушаю все препятствия на пути. Они нигде не страдали. Их никто не давил. И они просто мошкара. Я буду думать. У вас нет любви. Ну теперь кто вас ждал? Нет, нет любви. Ну успокойтесь, нет любви. Ну у меня нет любви. Но ни один, ни два. Речь идет о тысячах, как пишет доктор богословия. Люди, которые в православии увидели живую церковь. Хотя это трудно показать. А у вас есть любовь, ни один не пришел. Только развращаются. Развратники. Разврат умов и искажение слова, как Тютчев писал. Они неинтересные. И такими сделали их. Они все бреются. Семинаристы. Какие семинаристы? Это же шпанат церковный. Какие же семинаристы, если они бреются? Так, ладно. Давайте дальше по вопросу. А вы знаете, нынче к нам прилетали телевидение 24 из Москвы. Да, да. Мы видели вас на Вестях канале. А почему они в другое место не полетели? Так у меня просились добрый десяток, наверное, разных телевизионщиков. С разных городов. Я никому не разрешил. С чего там и стоим, если снимают фильмы, которые занимают первое место на международном киноконкурсе. Просто им для примера. А вы умрете, как Горько говорил, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Вот и весь ответ. Это зависть. Наш митрополит приезжал, Иларион, и с этим митрополитом, с патриаршем беседовали. И этот Сергий-то и говорит. Вот на Игнате разные говорят там. А почему? Завидуют. А почему завидуют? Потому что сами ничего сделать не могут. Не могут. Вот есть ответ. Два митрополита обо мне беседуют. У меня нет никакого образования. Повторяю. Почему-то люди именно обличение не любят. Какое имеешь право обличать? Ты что, пророк, что ли? Да, именно так. Пророк имею право обличать. Пророческим глазом. Но еще успокоятся они. Нет, не успокоятся. Так обличает не пророк только. Жена обличает. Жена мужа обличает. И она пришла на валу и говорит о Висагасе. И что дальше было? Они не знают Писания. Какой пророк? А скажи, Иов, как он был пророк, Иов, а какие слова говорил? А когда пророки были, все молчали при пророке Илья. Где они были? Молчали все на одного, боялись. А где вы были? Вы найдите сейчас человека, а одного, а не два. На всю Россию. Который за слово Божие сидел бы в тюрьмах. И который там свидетельствовал, и чтобы души там обращались. Мне Бог дал власть. Власть над камерами, над преступниками, над уголовниками. А они этого не знают. Они даже в фильмах этого боятся смотреть. А я говорю о том, что было. И это свидетельствует всех, кто сидел. Ни у кого такого не было. У меня открытая камера, охранники, заключенные. Все слушают два часа каждый день. Почему? Власть, данная от Бога. Мне кажется, если вот действительно, люди же не знают, избранник Божий или нет. Конечно. А если я не избранник, значит, много званых, мало избранных. Вот начинают так осуждать. Я говорю, подождите, вы какое вообще имеете право? Вообще, если человек избранный Божий, вы вдруг даже, вдруг вы ошибаетесь. Получается, вы клевещете. А чем можно казаться, если на избранника? Просто вас Господь ум заберет, вы будете вообще, ну, как бы, рассуждать не в ту сторону. Ну, ладно. Так, давайте следующий вопрос. А почему так слово избрание трогают? Ну, было такое, трогали, но трогает их как-то. Так вот, чтобы они знали. Слушайте внимательно. Только в канонических книгах это слово встречается 62 раза. Да еще в неканонических 19. Итого, получается, 81 раз избранный. А если не избранный, то ты никто. Ты мусор в отвале. Бог нас избрал. Я, говорит, избрал вас. Я избрал. Они не избранные, поэтому они совершенно чужие. Они не знают, что такое быть избранным, слышать голос Божий, отвечать на призыв Божий. Они никуда не поедут. Да, они не спуешь, да? Вопросы слабенькие. Притом, когда они лгут, я всегда оборачиваюсь. Я смотрю, а про кого говорят? Если про меня, я бы узнал, догадался. А раз за мной ничего нет, придумают. Это доказательство, что ничего сатана во мне не имеет. Как Тараси Патриарх сказал, все вы лжете. Ничего этого не было. Не было. Ну, получается, что на истину, на Слово Божие, как бы вот так вот отгораживаются, а общаться с блудниками и одобрять грех, это не осуждать, это любить. Ну, то есть, в общем, бардак. А они осуждают. Они осуждают. Дух Святой осуждает. Как так ты можешь говорить? Ну, если знаешь, что беззаконник-то, и вы трепетесь где-то. А мне Бог не дал страха, убрал. Мне разницы нет, Папа Римский это президент или кто. Я им писал всем письма. В ООН. А они трусливые. Учат боязливых в озере Огненном. Они не написаны в книге жизни. И поэтому слова их это... Ян Златоуз говорит, пис, комара, жужжание жука, карканье вороны. Вот и всё. Никакого значения их слова не имеют. А раз они трепет языками пустую, я знаю, ничего за мной нету. Всё, они лгут. Если бы имели, они бы меня пришпилили сразу. Действительно, какая-то трусость в этом есть. Так, ну, давайте такой вопрос. Вот смотрите, всё-таки восток или север? То есть почему у нас в православии принято молиться на восток? И где-то я слышала, что... Ну, понятно, что Господь, Он храм внутри нас, да? То есть Господь в нас должен жить. И Царство Небесное в нас внутри должно созидаться. А вот если бы в общем, как бы, в пространственном смысле, всё-таки Господь восток или север, где Он? У нас тут слово Божия как нам говорит? Вот я хочу вас узнать, как говорит. Ну, давайте сейчас мы посмотрим. Восток. Я вот сейчас заряжаю, мне трудно, я держу аппарат. Смотрите. Восток выскочил 121 раз, а север 147 раз. А! Вот так. Теперь на восток. Господь говорит. На востоке рай. Вот, двинувшись с востока. Ну, только в канонических книгах 120 раз говорится. И восток посетил нас свыше. Восток. Востоком называется Христос. И поэтому мы туда... И Даниил, когда молился, открывал окна на Иерусалим. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток с большой буквы свыше. Лука 1, 78. Восток свыше. И Господь это показал. Все. И видел я иного ангела, восходящего от востока. Откровение 7, 2, 21, 3. Ну, и речь о воротах все говорится и проще. Вот смотрите, если я не ошибаюсь, говорит, что видел я сатану, которая как молния бы спала с севера почему-то вот именно. Ну, север написано, говорит, он так и говорит, сяду на севере. Он об этом сам сатана говорит. Значит, что-то там он есть на севере для него. Какие-то считаются озоновые дыры. Что такое, что находят люди, звучат какие-то трубы. А что на восток молиться, так с первого дня было. И храм ставится, и алтарь с восточной стороны. Конечно, это на спасение не влияет. Но все-таки так принято, и мы православные должны это придерживаться. И вот такой следующий вопрос. Проповедь в квартиры. Когда вот ходят по квартирам. Ну, там в основном-то Яковы ходят. Но многих людей, я просто в интернете почитала, их настолько раздражает, что их вот, как бы, может, они заняты в это время, может, у них дети спят. И вот люди, как бы так, говорят, вмешиваются в их жизнь. То есть, насколько это оправдано? Именно по квартирам ходить, стучать? Или все-таки проповедь, она может быть другому выражается? Или то, что мы с вами сейчас говорим, это тоже проповедь? А вот когда Господь исцелил бесноватого, то бесноватый сразу же, через два часа, может, три, пошел за Господом. А Господь говорит, вернись домой и расскажи. А он пошел по городу, может быть, пошел по квартирам, из дома в дом, стал свидетельствовать, это положительно. А он пошел по городу, а Господь ему не говорила о том, что любовь. Вот мы прошли столько-то квартир, а сколько прошли? Я говорю, только домов мы прошли, 30 тысяч домов. Это православные. Так вы православные, да нигде вас не было, да почему вы нигде не видно было-то, где вы были? А вот мы вышли, мы показали, что православие живо. Один епископ говорит о живом православии. Говорит, где вы видели православие, это живое. А ваша община, я говорю, это комарин еписк. Надо идти свидетельствовать с любовью. И как это не пойти, когда люди не знают, а о Боге не слышали. А вот они идут, самая быстро растущая секта, так называемые свидетели Еговы. Дети спят, Бог разбудит. Придет Китай, вышвырнет всех на улицу. Разоспались о нем. Причина какая. А что там пьянствует, то другое не говорят. А что люди сейчас на крещение со всего города будут собираться, ничего не знают совершенно. Вода святая. А воду принесут, она тухлая. Пишут об этом. Там муть такая в этой воде. Тина какая-то заводится. Никто не верит уже в это святость-то. Так, ну понятно. Дальше у вас следующий вопрос. К вам тоже давно претензии. Один человек, который все к вам тоже претензии имел. Говорит, вас слушал, слушал. Он говорит, а он не прав, Игнат Тихонович. Говорит, кормчи. Вот слово кормчи, вы говорите, перекармливать, отравлять. А он говорит, а на самом деле кормчи – это которые у корабля руководители. А какой кормчи? Если вот окормлять, а не слово окормлять. Кормчи, то другое. Ты открой слово Режек. А кормлять, перекармливать, отравлять. Другого нет смысла. Это выдумка. Такого слова в Библии нет. А то воцерковлять, воцерковлять. Поганые слова собрали вокруг себя гнилье. Есть то – рожденный свыше и нерожденный. Рожденный и вводимый Духом Божиим. Они почему? Потому что демонизированное общество. Они не знают рождения свыше. Живут по мирским законам. И поэтому слово это тошнит их. Это люди мирские. И они в семинарии пришли. Вот новая когорта пришла. Их в церковную ограду пускать не надо. А он там вякает, что-то говорит. Его против – это христианство. Это пятидесятники и далее все. Безбожники. Может быть, в плато уже сатанисты понабрались туда. Так, и вот вы говорили пять Б. Пять Б, которые влияют на спасение. Напомните, пожалуйста, насколько мне помнится Бог, Библия. Бог, Библия, благословение, благовестие, будущее. Бог, Библия, благословение, благовестие, проповедь, благовестие и будущее. Вопрос этот задаю. Потому что почему нет ближнего? Да потому что это все заключено всюду и везде. Почему нет ближнего? Да потому что, а почему нет библиотеки? Да так можем собрать весь словарь. Эти, что пять Б, без которых нельзя спастись, основные – это моя наработка. Я нигде не брал. Это моя наработка. А ее сейчас берут как афоризма. Я говорю, что монашество в том виде, в котором оно есть, принесло зло, недобро. В сто крат больше, чем вместе взятые фашисты, коммунисты, масоны. И мусульманам все могло быть православным. Это мое изречение. Пусть опровергнут. Вас за это ненавидят. Ну конечно, другого нету. А если бы свидетельствовали, Кирилл и Мефодий туда послали, два миллиарда мусульман были бы православными. А где были там Макарии египетские и прочие, ни одного монастыря нету. Все сгинуло, ушло в песок. Что доказывать-то? Дело показало, все мертво. Живых ни одного нету. Да. Мефей Ха потрудился, вьетнамист, в МГУ учился. Так Библия будет за... А поискай ко мне, то ты ничего не узнаешь. И там, мало того, Вселенские соборы загрузил. Не канонические книги загрузил. Вообще, молодец. Да, интересно. Вот. И можно также еврейский вопрос спросить. Почему все-таки так многие националисты не любят евреев? Ну потому что ведут себя так. Ограбили все нации. Все. Но не проклинай никогда еврея. Хочешь быть благословенным, благословляй. Благословляй. Твое проклятие ничего не даст, кроме того, что оно падет на твою голову. Это избранный Богом народ. А они не приняли Христа. Не приняли. Но остаток спасется. Павел говорит. 9-11 глава к кремлинам. То есть для нашей же пользы нужно молиться о благословении евреев и Израиля. Правильно? Конечно. Я почему такой благословенный во всех вопросах? Я каждый день благословляю Израиля. На моей совести не было, чтобы я где-то проклинал евреев. А я знаю, что сделали революцию. Сто миллионов голов русских обошлась революция. Еврейская революция. Все само на своем месте стоит. Бог устроил. Это Божий план. Божий. 2896 наций. И только одна возвышенно. Дарал три мировые религии. Израиль – это самое великое чудо сегодня на Земле. Да, ну вот есть передача Урганта и Познера, где они про Израиль, про евреев говорят. И что, как сейчас в Израиле, в каких-то городах бедные евреи живут, то есть их прям бомбят, у них бомбоубежище специально не прячутся. То есть сколько можно уже издеваться над народом, казалось бы. И все равно, то есть пророчество, что если какой-то народ будет воевать с евреями, то этот народ будет истребляться. Истребляться. Израиль, сейчас, допустим, Израиля 13 миллионов. А мусульман 2 миллиарда. И они ничего не могут сделать. И никогда ничего не сделать. Почему? Бог. Они на границе все передохнут, как мухи. Ну вот как бы показывает, что, например, в Египте там поднимают прям специально против евреев, там вот это все, мусульмане. И также спрашивают, что именно в Египте будет атомная бомба сброшена. Не будем говорить, мы не знаем. Не надо даже время тратить. Я знаю одно, что Израиль целостно сохранится до суда Божия. И остаток Израиля спасется. Израиль – это чудо Божие, сын Божий. Мы считаем молитвы, псалтыри, везде слово Израиль, Израиль, Израиль. Россия ни разу не встречается. Америка ни разу, Китай ни разу. Мы получили от евреев и великое преимущество быть иудеев. Почему? Во всех отношениях преимущество. А наипаще в том, что им верено слово Божие. Кабы ни Израиль не сохранили Библию, мы бы сейчас не разговаривали. О чем разговаривать? О чем? А мы ссылаемся на Библию, считаем псалтырь, Евангелие. Все от евреев получили. Да будет благословенность семья Авраамова. Аминь. И вот я слышала, что такой вопрос, почему все-таки евреи такие умные? И вот кто-то дал ответ, говорит, а потому что у евреев в семье принято друг друга благословлять. То есть родители детей благословляют, возлагают на них руки. Дети благословляют своих родителей. И они вот в этом благословении друг друга как бы обмениваются постоянно. И Господь их благословляет за это. Не за это. Не за это. Люди не знают Писание. Библия говорит, и когда соседние народы услышат, какой я дал вам закон Бог, то скажут, какой это великий и мудрый народ. Не то, что они исполняют, благословляют, а наличие самого закона такого говорит о величии нации. Какие они мудрые. Благословляют у нас, у православных. На каждом шагу мы благословляем. У нас пойдут сейчас, фурга какая, а коловорот останавливаются и молятся. Шапки долой, все молятся. У нас все по благословению. Дети укупаются, пошли три поклона. Дошли до пирса, опять три поклона. Благослови, благослови. У нас на каждом шагу благословение. Но мы не евреи. Мы ежедневно молимся о мире Израилю, России, Украине и Сирии. Мы знаем Бога. Это дается рожденным свыше. А эти, которые что-то там говорят, они еще не знают. Они будут развеяны, как плева, как, ну, это Мекина. Ну, то удивительно, что люди не за словом Божиим бегают, а найти духовника. Как, скажем, духовник, как живет духовник. А когда с вами, вот я общаюсь, о, это твой там, этот там, гур или еще чем. Да, вот об этом как раз Осипов много говорит. Осипов говорит, Смирнов и другие. Они не знают Бога. А поэтому искать надо человека, знающего Писание. И тогда через него ты получишь ответ. А они отвечают, полчаса говорит, и ни одного слова из Библии нет. Нету. Я как-то был на площади, где памятник открывали Кириллу Мефодии, и патриарх говорил слово. Наверное, минут 20. И слово Библия Христос ни разу не прозвучало. Вот сейчас открывали памятник князю Владимиру. Точно та же история. Ну, вот, знаете, просто такое впечатление, что вот в семинарии такие какие-то заумные слова учат, 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 а самое главное, опять прячут. Ну, сатана, естественно. Они даже, когда делают аватар, ник, они прячутся везде, имени нету, как у демонов. А у меня за 77 лет ни одной бумажки не было, чтобы не было обратного адреса. Везде телефоны свои даю и проще. Почему? Мне скрывается нечего, на совести чисто. А они прячутся, пакать сделают, плюнет и побежал. Слышно, да? Слышно. Или вот этот у вас, который, типа, обличитель Лапкин или Свет Христов, они же тоже не выставляют свое лицо. Нету никого. То есть они льют всяк... Так, минутку. Так, говори. Добрый. Ну. Ага. Да, сейчас много где тащат. Лишнее убирают, чтобы мы свободные были во Христе. Иконы. Может, они и не нужны давно. Ты-то как, здоровье там? Ну, а у него сторожа-то не было? Я вам постоянно говорю, у тебя-то тоже та же история. Никого нету. Лишние ризы хотя бы, дорогие, убери из храма. Но я просил, говорил, уберите ризы, сосуды и прочее. Ну, и ризы можно продать. Ну, ладно. Я сказал неоднократно. О! О! Так что, из-за того, что выставлены за это, что ли? Да прошло-то уже 3-4 года. Нигде ничего и нету. Два года назад я не был там. Два года назад не был. Ну, и только делов. Да кто там крутит, все, вы трясетесь. Глупости все это. Священника обворовали в храме там у одних. Ну, и что? Убирайте лишнее. Изъятие ценности было при Ленине. А если бы не было ценности, изымать нечего было. Ценности почему баптистов не изымали? А ничего нет, голая стена. А тут все время жертвуют лампады, такие вот, где гроб Господень. Вместо одной лампады, я не знаю, 70 что ли лампад висит. Это надо. Все надеется у Бога, ублажать, как божество идольское какое-то. Богу сердце нужно. Здесь, внутри. Чтоб Дух Святой нашел обиталище. У нас, видите, как? Я и Отец придем к нему, и обитель у него сотворим. Вот что главное. Вот, ну, нас, видите, как у нас привозят иконы, мощи привозят. Вот нам постоянно мощи, например, Святой Матроны привезли. Сразу очередь. Вот, ну, я как бы говорю там с вами, ну, это как трупопоклонство. Ну, как бы так сказала. А их, глядя, аж переклинило. Как это трупопоклонство? Вы, ты что говоришь? Самое настоящее, скажи, это трупы. Трупы, вот лежит, это труп. С членовредительством занимаетесь, мертво режете. Такого нет нигде, ни в одном каноне. Это нигде нет, это безумие. А как труп? А Христос себя трупом назвал. Где труп, там соберутся орлы. И Илья и Илья будут убиты, написано, и трупы, и бросят на улицах города. Так неужели Матрона выше пророка Ильи? А то мощи разные придумали. Слов-то этих нигде нет в Библии. Труп. Мертвый – это труп. Ну да, но так бояться вот этого, услышать прям, аж передергивать. Ну, конечно. И вот, смотри, такой вопрос, наверное, последний будет. Вот тема освобождения и исцеления. Вот сейчас по всему миру, как бы в Ютубе это видно, люди во имя Иисуса Христа, они освобождаются и исцеляют от всего. То есть почему у нас в православии это так не распространено, этих даров Духа Святого? Почему очень сложно найти священника, который именем Иисуса Христа действительно людям помогал исцеляться, освобождаться? Есть ли это? Может, вы слышали, есть такие у нас священники? Обязательно. И никогда они не кончались. Всегда были. Мы начнем перечислять по житьям святым в течение 20 веков. Непрерывно. Никола чудотворец по порядку. И сразу переходим сюда. К Серафиму приходили люди, исцелялись. Иоанн Кронштадтский. У нас интересно, я сижу вот так занимаюсь, и пришел знакомый человек, и говорит, закрой глаза. А что закрыто? Долго ли закрыл? Он на меня надевает священнический крест. И, видимо, нашли там, где расстреливают священников. Оттуда крест. Но я его положил, потом в тюрьме он со мной был. И он у нас лежит сейчас в трапезной. Кому надо, каждый приходит, берет, прислоняет. Сколько исцелений уже было? Исцелений. Один пришел операцию делать, и издалека приехал-то. Я вот слышал такое-то. Ну, я говорю, помолись, да возьми, да прислони то другое-то. Он до дома не доехал, уже исцеление. А нога там вены лопалась, сукрови сотекла. Это конкретно сегодня? Ну, у нас так принято. Вот мы ехали дорогой. И это ни день, ни два. Представьте, от Владивостока до Лиссабона. И везде пили сырую воду, и ни один не заболел. Ни один. А почему? Мы молились. У нас просто расцветая вода. Ни мы, ни собака не заболела. Это верно. Вот у нас беда с двоюродным братом. У него психическое... У него началось, в общем, с того, что он начал сатанинскую музыку слушать. И сейчас он в психиатрии. И он видит, и говорит ему, и женщина является, и говорит там... Ему, в общем, говорят, покончи с собой, будешь в аду по правой руку сатаны. Он выжигает на своих руках и крест, и знак сатаны. То есть у него прямо уже... А как помочь человеку? Вот даже... Ну как? Может, действительно, отчитывание уже нужно? Какое освобождение? Не знаю. Вот этот отчитывал. Кто отчитывает, их самих надо отчитывать. Они с демонами разговаривают, верят, что они говорят, бесы. Они Христу-то не верят, Слово Божие не знают. Я этих отчистчиков смотрю, их отчитывать надо самих. Но надо посмотреть, а почему он заболел, с чем это связано, как было. Я разговаривал неоднократно. Она стоит в храме-то и кричит. Небольшого роста. Я пригласил домой, побеседовали. А я говорю, кем работал? Учительница. Я говорю, и как тебя он вошел? Я любила платье менять. Я залезла в шкаф и стала там перебирать платье. Он меня там захватил, закрыл. И на третий день ее только на швена, и шкафа не может вылезти. На шкафа. А другой стоит, вот так вот только крестит и крестит. Анатолия звать. Я тоже пригласил его домой, побеседовал. Я говорю, а как получилось? А во время блуда я вздрогнул, понял, говорит, он меня пронзил прямо. И с тех пор ничего не могу сделать. Во время блуда. Вот и все. Так что об этих людях поменьше всего разговаривай, чтобы самой не пострадать. Пускай они заботятся о себе. У меня власти над ними нет. У меня был один человек знакомый, он приговоренный к расстрелу был. Очень и очень верующий. И когда святую воду разговаривают, а магиасму, но она не берет, ей дают, она никак. А как только маленько он отхлынет, она давай. А он стоит сзади и говорит, демон, я тебе повелеваю, выйди из нее. Я так подумал. Когда, говорит, кончилось моление, она подошла ко мне и говорит, он тебя нисколько не боится. Она сзади стояла, а впереди стояла, а он сзади. И верующий, все посты исполняет, глубоко верующий человек, исповедник Христов. И однако власти на это нет. Да и, может, и не надо. Это ему через это он мучается и найдет Бога, не грешит. Так что тут... Я вот когда встречу... Ну да, 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 посмотрим, время покажет. Надо довериться Богу. Почему? Почему именно с ним это случилось? Он должен сам знать. Ну почему, смотрите, люди же, они очень много вот такого. И вот слышно, такая была информация, что почему, например, нельзя выпивать. Потому что, когда человек... Человеку Господь дал самое ценное, это разум и свобода выбора. А когда человек выпивает, а дурманец, он теряет разум, и через это в него могут войти. Ну да. Очень опасно вообще алкоголь сам по себе. Всякие вот эти обкуривающие, а дурманивающие, они именно опасны, что человек теряет самое главное, самое ценное, ум свой. И, соответственно, вход свободен. Да. По нему. Ну, Агнат Тихонович, мое вам пожелание, как всегда, о спасении. Спасибо, Христос. Знаю одно, что раз они лгут, ничего за мной нету. Иначе бы они не собирали, они прямо бы говорили. А раз придумывают, значит, слуги дьявола, всякая ложь от дьявола, всякая неправда, есть грех, они греху служат. Я их никого не знаю, я только поминаю врагов. Умягчи их сердца, и в судный день не помяни их безумие, Господи. Они не знают, что худо творят. А их натравлют, как маленькую шпану щенков. А они подвизгивают, бегают. Все, с Богом. Да, с Богом. С Богом. Спасибо, Христос. Если что, дальше. Аллилуйя. Ну, все, спасибо. Слава Христу. До свидания. До свидания. Продолжение следует.